Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Встречайте наших актеров. Арсений Попов. Здрасте. Димка Позов. Сережка Матвиенко. Привет. Привет. И Антуша Шастун. Привет. Привет, ребята. Давайте, давайте. Молодцы. Привет. В ближайший час у тебя не будет никаких планов, кроме одного единственного слова. Импровизация. Добрый вечер. Все, что происходит в нашем шоу для ребят является сюрпризом, потому что всю подготовку мы держим от них в секрете. Ну, кто мы? Я. У меня есть несколько тем. Я сам, надо так сказать, готовлюсь не очень к этой программе. Поэтому все это будет прямо здесь, на ваших глазах, создаваться. Это и называется импровизацией. Добрый вечер. Погнали. Нам пишут всякие разные телезрители, радиослушатели. Снова? На сих пор пишут? Да, да. Бабушки у подъездов спрашивают. Говорят, ребята уже давным-давно стали нашими кумирами. А был ли у ребят в детстве кумир? Или есть ли кумиры у ребят сейчас? Паш, да. Я тебе честно... Ну, от откуда? Из юмора, из музыки. Честно скажу тебе. Ты знаешь, кто был мой кумир? Кто? Ты. Просто мне тогда было 12. 13? Не, не может быть. Прикинь. Нет, ты тот человек, который говорит, что я вырос на вашем творчестве? Ну, нет. Слава богу. Нет, не вырос. А чё ты подлизываешься к нему? А чё? Он не подлизывается. Он занял самую нормальную позицию. А теперь вы давайте дебилоиды. Кто ваш кумир? Давай. Давай, армяшка, ты первый. А моя как опять? Прикинь. Клянусь. Да нет. Когда я был маленький, я смотрел эти фокусы, я хотел делать так же, иду, блин, и боярский. Усатые мужики мне нравились. А это... Не, 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 только вот... Это Игорь Николаев, ты понял? Диман, ты серьёзный человек. Да. У тебя был когда-нибудь кумир? Все футболисты. Все. А, вообще все? Сейчас где-то Кокорин сказал, ну, слава богу, у меня есть один. Кокорина тогда не было, я старше него. Я мечтал стать футболистом, потом надел очки и понял, что, ну, куда, куда. А ты бы, кстати, был классный, первый бы игрок-очкарик был бы в футбол, классный, что... Ребята, подождите, стойте, стойте. Это было бы офигенно. Арсений, ты скажи, у тебя, наверное, какой-то театральный был кумир или, может быть, актёр какой-то? Иннокентий Смоктуновский. В зале пять человек. Смешное словосочетание. Женщины в зале зааплодировали за 50. Арсений. Ну, правда. Ну, слушайте, я вот, а что скажешь? Просто идеально. Ну, правда, если бы вот я хотел бы быть актёром, то таким. Давайте, наверное, начинать. У нас три великолепных комика и один тугой парень. Начинаем импровизацию. Свидание вслепую. Арсений будет очаровательная дама, которая пришла на телевизионное шоу. А к ней пришло три кавалера. Какие именно это будут кавалеры, Арсений не будет знать, потому что... Знал, чертяга, что хочется услышать. ...что-то очень хорошее и весёлое. Пацаны, давай. Е-е-е. Меняй. Он не надевает наушники. Послушайте, вот что получается. Серёга, ты полицейский с повадками мушкетёра. Ты олигарх-неудачник, Диман. Ты человек, тупеющий в процессе разговора. Слушайте, а я никогда вот не участвую с вами нигде. У меня же есть стульчик, я могу присесть. Вы можете прямо сейчас мне придумать что-нибудь, а? Никто не против? А-а-а-а. Да. Давай. Ты будешь. Так, кто он будет? Давай он будет жирным. Да. Давай. Очень жирный кто-то. А давай у людей спросим, на кого Паша меньше всего похож? Азарий. Арсений. Ты будешь Арсением. Разжиревший. Ты разжиревший Арсений. Я разжиревший Арсений. Разжиревший Арсений, да. А как это показывает? Ты им успел дать задание, или вы всё меня обсуждали? Я не просто успел дать задание, я сажусь с ними. Азарий. Я сейчас. И что, ты будешь бегать-пикать? Давай, я начну. Не подумали об этом, да, наверное? Давай. Подожди, я сам. А, давай. Сейчас оторвёт эту кнопку. А вот у вас там музыка, вот вы это-то. Ну что, поехали. Толстый Арсений. А вы учитесь, как надо показывать. Вот даёт, а? Ну-ка иди сюда в наушнички. Иди обратно. Мой хороший, давай, перезагадаем. Ты всё-таки хочешь здесь сидеть? Конечно. Ну как? Как он это делает? Он подслушивает стопу. Да, он показал мне сейчас. Просто надо уметь показывать, ребят. Профи. Так. Ну, давайте. Давайте придумаем кого-то, кто не здесь. Давай, короче, ты чувак, который постоянно у Малышевой переодевается в фигню всякую. Писюн стоит. Просто всегда работает у неё. Актёр Малышева. Короче, я актёр из программы «Жить здорово». Да. «Жить здорово», да. Давайте. Ну что, друзья, поприветствуем Арсения. Сегодня мы все. Страшно было бы выбрать человека с гигантскими... Спасибо за комплимент. Что ты делаешь? С гигантским носом. Спасибо и за этот комплимент, конечно. Да. Юлиана Караулова в гостях у импровизации. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ты вечно по квартире ходишь... С ножом. С ножом. Я спать не могу, ночью идёт. Попить вот так. Правильно иду. А вдруг я открою холодильник, а там... гномы. 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 Подыкался. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, ребят, ну, судя по всему, это очередь в поликлинику. Итак, холостяк номер один. Эй! Привет! Ваши документы. Так я узнаю, как вас зовут. Опишите мне вашу идеальную девушку. Я с дамами разговариваю только стоя. Значит, моя женщина, её будут звать Миледи. А сейчас ведь произошла реформа, поэтому, может быть, не Миледи, а Паледи. Думайте. Холостяк номер два. Блин, ну, обидно, ну, реально обидно, мужики. Ну, всё, обидно, понимаете. Ну, купил золотой унитаз, сел, у меня аллергия на золото. Ну, серьёзно, ну... Ну, с ободком красным, вот так вот. Ну, правда, однажды, значит, однажды, да, вот, хотел понюхать, купюру всю в ноздрю задохнул. Ну, блин, ну, вообще обидно, понимаете. Ну, прям обидно. Скажите, пожалуйста, что должна обязательно уметь каждая девушка? Ну, что, ну, что должна быть каждая девушка? Ну, должна на яхте со мной кататься. Ну, меня там тоже укачивают, я блюю постоянно, понимаете, с этими... Вокруг моделей всё заблёвано, понимаете. Вроде яхту купил, ну... Очень, спасибо. Холостяк номер три, привет. Да, здравствуйте, здравствуйте. Скажите, а вот какие у вас хобби? Вы знаете, хобби я очень часто хожу в театр. Я очень часто хожу ещё просто по дворам, хожу, гуляю. Хожу, гуляю, как бы, по дворам. Патти Мэйкер, прикольная песня, я её как бы слушаю постоянно. Ещё я люблю шишки пинать, камни собирать. Вот. Наряд вызовите, пожалуйста. Спасибо. Конный. А, новенький, привет. А, здрасте. Скажите, лево и ниже или выше как-то? Я всё время путаю, блин. Что у вас есть такого, чего нет у них? У меня интересные поролоновые штучки. Поролоновые? Стучки. Поролоновые. Разные поролоновые штучки. Спасибо. Как интересно, вы все на рыбах похожи. Холостяк номер один как раз с вами хотела поговорить. Послушайте, вот если бы мы играли в ролевые игры, как бы вы меня называли? Решилье. Отомстил за всё. Спасибо. Холостяк номер два. Алло, Форбс, ну правда, ну как так можно было ошибиться? Ну какой Писюнов, я вообще Фролов, ну правда. Ну это прям ошибка. Ну исправьте, ради бога, а. А Писюнов хорошая фамилия, кстати. Послушайте, если бы у вас было много денег... Да блин, у меня что, мало денег что ли? Ещё начинай тут. Спасибо. Холостяк номер три. Будешь козявки? Не будешь, как хочешь. Засовывайте в меня. О, давайте, 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 насуем. Очень хорошо. Новенький, я очень сильно люблю ходить по поликлиникам. А какой ваш любимый врач? Ну, у нас один врач на всю страну. Все остальные как бы так. А Леночка, да, единственная, знаете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, я готова сделать выбор. А, да-да, делайте выбор. Мне не пригодится в жизни... ...боярский ДПСник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Серёж, ты можешь пройти кнопочку нажимать. Пойду. В принципе, интересно, но я боюсь, что скучно будет через пару минут. Олигарх-нытик. Я-то не просто, но вот штаны порвал. Богач-пессимист. Да я-то оптимист, но всё не везёт же. Мне надо отказаться от олигарха-неудачника. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так и живу, ребят, так и живу. Тогда, возможно, с вами будет интересно. Я тогда откажусь абсолютно от человека, который деградировал за время нашей программы. Да что это он жуёт? Превратился в быдло. Какое быдло? Я воспитанный человек. Париж, столица Гватемалы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я отказываюсь от человека, который за время передачи отупел. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь мне очень страшно было бы выбрать человека с гигантскими... АПЛОДИСМЕНТЫ КОТОРЫЙ РАЗДАЁТ ЛИСТОВКИ В РОСТОВОЙ КУКЛЕ НОСА! Вы меня не оскорбляете. Я в первую очередь актёр, между прочим. Что ты их держишь вот так вот? Ну, надо держать. Вот бы выше, другую, ниже. А то Лена, Лена будет ругаться очень сильно. Лена будет ругаться. Лена будет ругаться человека с невероятнейшей мошонкой. Спасибо в очередной раз за комплимент. Но вы там на ТНТ все сумасшедшие. А у нас, между прочим, главный канал в стране. Ага, главный. У меня, между прочим, разные есть образы. Я показывал нос, рот. Я показывал даже... Ты просто вот этот, который ходит в неё в разных костюмах дебильных на её передаче. Привет. Но я актёр. Я в первую очередь актёр. Я в первую очередь актёр. Нам часто приходят гости из разных сфер. Но когда у нас бывают певицы, это бывает особенно весело. Надеюсь, что сегодня нас ждёт именно такой вечер. Юлиана Караулова в гостях! Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. 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 Друзья, аплодисменты. Выглядишь шикарно. Спасибо. Спасибо большое. Ты смотришь нашу программу? Мне очень приятно. Я регулярно вас смотрю, смеюсь, продлеваю себе жизнь. Да. Как зовут ребят? Знаешь, их времена? Вот это всегда волнительно, да? Да. Да. Саша. Саша, абсолютно. Я. Это я. Юлиан, это я. И я, Саша. Да, Саша есть. Среди них кто ещё? Глеб, Никодим и Геворг. И Ферапонт. Всё, да. Первая импровизация, в которой мы будем играть, суфлёр. Знаешь правила? Знаю. Классно. Расскажи вот туда, на камеру. Значит, когда ребята делают вот так. Да она знает правила, реально. Когда кто-то из ребят делает пальцами вот так, я должна дать им слово. Да, но до этого я им даю ситуацию, в которой они проживают. Всё очень понятно. Так, играют у нас Дмитрий Позов и Антон Шостун, пожалуйста. Воу. Если ты не знаешь, что им подсказать, мне делай вот так. Хорошо. А я буду вам делать. Короче, парень и девушка решают, в какую ролевую игру им сыграть. Антон, я тебя поздравляю, ты, наконец-то, опять баба. Уживай. Погнали, импровизация. Юлиан Караул у нас в гостях. Камон. Ну чё, ты чё-то придумал. Я чё-то придумал. Ты чё-то придумал. Слушай, давай в этот раз мы будем... Заниматься. Заниматься. Ну да, не просто тупить. В этот раз прямо займёмся. Но не просто заниматься. Да. Ты будешь... Ласточкой. Ласточкой. А я гнездо. Ну-ка. Лети. Нет, блин, так мне не нравится. Это вообще тупо. В конце концов, ты гнездо можешь быть. Для чего я купила... Носки. Носки. Для чего ты думаешь? Ты думаешь просто так? Носки я купил для того, чтобы мы с тобой были... Птичками. Птичками. Держи клювик к тебе. И мне клювик. Ну подожди. Вялые, вялые клювики. Ну, Алена. Ну, Алена, ну ты сама не говорила, что не любишь, когда я в носках. Ну. Какие носки? Тебе не нравятся мои идеи? Да только не заводись. В прошлый раз мы с тобой оба были... Нашные. Мыши. Мыши. И всё было нормально. Мыши. Ну как то же нормально? Ну не прикольно в углу комнаты с сыром валяться галяком. Раз такой умный, давай вот предлагай. Чё ты там хочешь? Предлагай. Я всегда мечтал, чтобы я был... Орган. Орган. Ты даже не знаешь, как он выглядит. Я знаю, как он выглядит. Это такое древнее пианино. Ты вообще собираешься играть или нет? Что значит собираешься играть? Ну я орган. Послушай, ты портишь весь праздник. Сегодня у нас с тобой, между прочим... Годовщина. Годовщина. Ну я тебе приготовил подарок. Да ты что, какой? Закрой глаза. Открывай. Это... Дикобраз. Дикобраз. Ты чё, идиот что ли, блин? Какой дикобраз? Ты говорила, ты любишь дикобразов. Я говорила не дикобразов, я говорила... Свинью. Свинью. Как это можно перепутать вообще? Свинью я хотела. Да он чуть-чуть похож на свинью, посмотри. На свинью ты похож, скотина, понял? Отчего ты начала? Отчего я... Мне всё, блин, тебе не нравится, понял? Ты вечно по квартире ходишь... С ножом. С ножом. Я спать не могу, ночью идёт. Попить вот так. Правильно иду. А вдруг я открою холодильник, а там... Гномы. Гномы. Потыкал всех. И одному... Каких гномов. А почему ты постоянно рассказываешь мне свои эти дурацкие истории про... Выхухоль. Про выхухоль. Как подсядет на кухне, я аж суп выплёваю. Ты слышала про выхухоль? Я думал, тебе нравится. Ты с них смеялась раньше. Я же не говорю, что ты вообще одеваешься бесвкусно. Ты похожа на... Стол. Стол? Зачем ты в клеёнке ходишь, Алёна? Ну, пожалуйста. Это мой... Ну, сними её, блин. Ну, это мой стиль. Ну, давай тебя обляпаем, раз это твой стиль. Крошек понасыпем на тебя. Неприкольный стиль. Или покушаешь с меня. Классно. Вот это классно. Вот. Ложись. Ну, давай, ладно. Да. Вот здесь положим суши. Ага. В пупочек, значит... Текилки. Текилки. А сюда на грудь... Лимончик. Лимончик. Может, лайм? Это же текилки. Может, и лайм. У тебя ж... И грудь вот такая. Что? Ты мне всегда говорил, что у меня грудь, как у... Анны Семенович. Как у Анны Семенович. В 13 лет видела. Значит... А ты можешь только без ножа и вилки есть? Да-да-да, могу. А то ты мне сейчас... Ты не отвлекай, я тебе на ноги выкладываю... Кирпичи. Кирпичи. Давай уже ешь. Твоё здоровье. То есть, по-твоему, вот это было романтично, да? Ну, мне понравилось. А мне не понравилось. Я тоже, между прочим, хочу жрать. Давай ложись. Только я прям голодная. Я хочу прям... Бургер. Прям бургер. Прям вот тебе бургер. Бурочку раз. Слизь салата, пожалуйста, принять. Памеодорка. Опа. Сырок. Прикорайте меня бить едой. Он будет трёхэтажный, вкусный. Не надо, блин. Всё, это отстой. Я хочу с тобой расстаться. Потому что я хочу нормальную девчонку, чтобы как-то с ней ходить по ресторанам, я не знаю, ходить на... Дискотеки. Дискотеки. Ты из 93-го, что ли? На какие дискотеки? Мне нравятся дискотеки. Я там отплясываю под... Энрике Глессеса. Энрике Глессеса. Ну, дискотеки. Хо-хо-хо. Ну и всё, вали, значит, отсюда. А чё это вали? Это моя хата. Какая твоя хата? А чья это хата? Это хата... Бомжа. Бомжа. Ну? Ну да, ты его убил, но... Хата моя. Ну, как бы... Вот ты иди и живи, вон, где ты там жила, на... Пролетарской. На Пролетарской. Как я оскорбительно сказал слово Пролетарской. Как будто на улице. Вот и поеду туда жить, понятно, и буду опять мутить с... Бомжом. С бомжом. Я его убил. Блин. Я думаю, надо заканчивать, пока мы не поубивали друг друга. Спасибо. Супер. На средневековой дискотеке. Шеф. Да. Ну, все, кто там был, говорят, это просто чума. Привет. Привет, крошка. Средневековая маскарадная... Да ты что, не поняла совсем? Арсений. Опытный автомобилист. Серега. Новичок. Любой жанр кино. Сексуальная мелодрама. А здесь глушак. Боже, какой он огромный. Глушак юзали. Ребят, мелодрама – это грустный жанр. Юзали. Юзаны глушак. Я не хочу юзаны глушак. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите импровизацию. У нас в гостях Юлиана Караулова. Сейчас у тебя будет стоять совершенно другая задача. Потому что наша следующая импровизация называется «Детектив». Правила детектива такие. Ты – начальник полицейского участка. У тебя что-то произошло страшное в твоем районе. Кто-то совершил преступление в странном месте. Странное преступление. И сам он, грубо говоря, странноват. Ты должна будешь угадать, кто это, что он сделал и где это произошло. Это твои коллеги, господа непутевые полицейские. Они будут забегать прямо в ваш штаб и докладывать. Именно по этим обрывкам ты должна будешь понять, что произошло, кто это сделал и где это свершилось. Пожалуйста, наушники, там играть твой новый хит, которого ты еще не слышала. Конечно, так. Да. На средневековой дискотеке шеф-повар студенческой столовой запретил секс. Понятно. Приготовились. Погнали. Шеф, вызывали? Да. Че? Так где? Когда? Зачем? Кто? Почему? Сколько? Почем? Я пошел? Шеф, нам припарковаться негде, там кони. Шеф, ну все, кто там был, говорят, это просто чума. Шеф, мы обнаружили катапульту, а в нее заряжен диско-шар, представляете? Да, 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 да. Шеф, хотели допросить гоу-гошниц, но их всех сожгли. Даже фейс-контроль там, представляете, с треугольным забралом не пускают, например. Спортивное считается. Шеф, шеф, есть зацепочка. У них был главный МС Тюдор. Вот такой вот человечище. Ну, по мнению Арсения, это прям зацепочка. Нашел видеозапись. Инквизитор лапает телок. По-вашему, это смешно? Да. Ну, мы нашли старые тексты. Так. Эй, звонарь, пати-деятель. Там, короче, МС тоже сожгли, он ересь нес. Инквизиция какая-то, да? Очень близко. Это не конкретное место? Нет, не конкретное. Слушайте, ну там так забавно, все пытались вытащить шест, ничего не получалось. Пришел Артурчик, все достал. Стриптиз-клуб, инквизиционный стриптиз-клуб. Ого, близко, 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 уже близко, близко. Я пошел к вам, давай, видимо. Давай, давай. Давай, спасай, спасай. Шеф, представляете, танцевали отдельно, феодалы отдельно, а вассалы отдельно. Представляете, на разных танцболах. Представляете, такая тема. Что это у нас, что это, что это? Что это, что это, что это? Так, это, короче, какой-то бар, да? Клуб. Бар. Клуб, клуб, клуб. Ну, только какой, какой, какой. Клуб, какой клуб. Так как время-то такое безэлектрическое, надо сказать. Средневековый. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И бросил. АПЛОДИСМЕНТЫ Средневековая Олимпиада. АПЛОДИСМЕНТЫ О, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ О, привет. АПЛОДИСМЕНТЫ О, привет, крошка. АПЛОДИСМЕНТЫ Средневековая маскарадная вечеринка. АПЛОДИСМЕНТЫ Да ты что, не поняла совсем? АПЛОДИСМЕНТЫ Я седло здесь поставлю, шеф. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, средневековая... Давайте вокруг седла, вокруг седла. Давай с нами, шеф. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, а средневековые на лошади, господи, боже мой. А ты потом к себе в замок или ко мне в замок? АПЛОДИСМЕНТЫ Средневековый съем. АПЛОДИСМЕНТЫ Да что ж такое-то? Знаете, к нам на программу певица приходила, Юлиана Караулова. Так она это слово смешно через «э» произносит. АПЛОДИСМЕНТЫ А, средневековая дискотека! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Клад, мезусно, теперь отгадываем, кто совершил преступление. Кто преступник? Средневековая дискотека. Юлианна, не надо соединять место и преступника. Абсолютно точно. Просто угадывай преступника. Шеф. Это не кирпичи, это прям булочки. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕКАРЬ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Токарь. Шеф, до нас дошли слухи, что он плюет в пюрешку. Прямо плюет. ПОВАР АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да? ПОВАР Шеф, я пока его допрашивал, он меня научил. Берете сосиску, отрежаете края, вставляете в тесто, а в середине пусто. Класс! АПЛОДИСМЕНТЫ Еврейский повар? Шеф, шеф, я не по делу, шутку придумал. Ну, как бы и вы шеф, и он шеф. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Шеф-повар. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, шеф-повар. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Класс! Теперь, собственно говоря, преступление. Ух, шеф, а мы с вами так и не успели, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЖАР Но я не буду делать скоропостижные выводы. Шеф, следственный эксперимент. Открываем презерватив, связан. Открываем еще один, связан. А эти все проколанные просто. Их тут просто пусто. Он связывал презервативы? Верно, прикиньте. АПЛОДИСМЕНТЫ Такое задание. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, конечно же нет. Давайте, ребята, давайте. Шеф, а помните, вы с юга привезли футболочку, у вас тут люди в разных позах? АПЛОДИСМЕНТЫ Он их все позачеркивал. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы не смогли ничего сделать. Он запретил половые связи. АПЛОДИСМЕНТЫ Одним словом, как называются половые связи? Секс. АПЛОДИСМЕНТЫ Дискотека, но секс. Ребень, секс, но дискотека. Замечательно. К нам пришел человек, для которого секс и дискотека. Нормальные слова. Юлька, соединяем теперь все вместе. Так, значит, на средневековой дискотеке шеф-повар студенческой столовой запретил секс? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая импровизация называется «Опции». Опции. Ребята, по моему заданию, начнут импровизировать. В какой-то момент, когда нам с тобой захочется, мы их остановим и будем менять их рассказ. Туда внедряя свои опции. Всякие разные, любые. Какие это будут именно опции, мы прям будем с тобой воссеть в течение разговора. Приготовиться Арсению и Сергею. С удовольствием. Арсений. Сергей. На дискотеке. Один из вас решил купить автомобиль и позвал опытного друга для того, чтобы он его проконсультировал. Арсений, опытный автомобилист, Серега, новичок. Погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ Арс, короче, вот эта тачка, я не знаю, там, ну, он говорит, четыре сотки. Пинай по колесам вначале. Проверь там давление в шинах, давай. Стоп. Любой жанр кино назови. Сексуальная мелодрама. Вау, продолжайте. Сексуальная мелодрама. Резина должна быть прочной. Чтобы ни одной дырочки. А здесь глушак. Боже, какой он огромный. Глушак юзали. Ребят, мелодрама – это грустный жанр. Юзали. Юзанный глушак. Я не хочу юзанный глушак. Не бери её. Назад вернулись. Возьми вон, подешевле, поновее. Да я не потяну, этот на 50 тысяч дороже. Сериал какой-нибудь смотришь? Игры престолов. О, продолжайте в духе Игр престолов, пожалуйста. Скоро зима. Послушай полумуж. Бери, что дают. Я хочу мать драконов. А какой-нибудь еще другой сериал? Дальнобойщики. О, погнали. Проедем на этой тачке от Москвы до Владика. Остановимся посередине, там у меня три семьи живут. И на каждую кто-то нападает, а мы их хоп и защитим, раскроем все преступления. А потом будем просто трещать о глупостях. В реальность. Слушай, ну опиши вот какую хочешь. Красную. Ну, как в Феррари, только за 600 тысяч. Максимум. Любовь вид спорта. Как это называется, когда труд-лед. Керлинг. Давайте как керлингисты продолжайте. Давай вот эту. Вот она вроде пыльная. Но сейчас протрем. Ага. Правее, правее, Леша. Леша, правее, 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 правее. Стоп, назад вернулись. Зато понятно, что не царапали. Бери мою. Я как раз собрался продавать. А, любую букву. Э. Хорошо. Э запомнили, а согласно? П. П. Серега, ты говоришь все слова, которые начинаются на букву П, ты все гласные меняешь на Э. Погнали. О-о-о. Экскавейтер. Пожалуйста, подари. БР нормальный механизм. Прикольный. Почем продаешь? Семсет-эсет. Подешевле продашь? Шесет-девенеста-девет. Пятьдесят пять. Пожалуйста. БР. Правда? Нет. Вернитесь назад. Слушай, ну че ты, ну я его как под себя покупал. Че ты торгуешь это? Ну полтинник она больше не стоит, ну серьезно. Ой, ручка у тебя поломанная. Ты че, братан, творишь? Ты меня позвал, а еще покупай сам. Да ты мне впариваешь свою колуану. Все не впариваю, давай сам разбирайся. Сережа, еще не разговаривай с тобой. Любое животное? Скунс. Ой, отлично. Сережа, скунс, а ты... А ты... А кто же... А ты ленивец. Все, скунс и ленивец. Ты зря со мной так. А противогаз ты и не купил. Пэ-с-с-у-у-у-у-у Певица, певец любимый Или давай, может быть, музыкальный жанр просто Ну давай хип-хопчик Хопчик Давайте, знаете как, Серый Ты будешь исполнять куплеты рэпом А ты женщина, которая поёт припевы Тачку давай проверим, братан Садись сюда, чё стоишь, как баран Включу я первую, поедем на ней Ну давай, садись быстрей Красная машина Красная машина Красная машина У неё все шины Всё, хватит, а то мы допоём, что ты человек нехорошего Спасибо Без тачки тоже хорошо Ты была в программе «Импровизация» Как это было? Это было прекрасно, феерично, спасибо вам большое Вы очень талантливые, невероятные Спасибо тебе Паш, тебе спасибо, что помогал, подсказывал Конечно, всегда с удовольствием Скажу тебе по секрету, я здесь за деньги Юлиана Караулова в гостях в «Импровизации» Спасибо тебе большое На, я тебя провожу Спасибо Спасибо Спасибо, спасибо большое Спасибо, вы молодцы, вы молодцы Спасибо большое Пока Внимание на этот пол Это мой любимый пол Мы же лодки в «Импровизации» прямо сейчас На, я тряпку выжила Держи Чего? Тряпку говорю Ты мне прям тряпку даёшь Тряпку даю, да Вот прям тряп Ну а как? Не тряпку, да? Да бери Там орут с корабля, что не тряпку даёшь Я это, я тряпку-то забыла В смысле? Не-не-не Ну дай, ну дай, ну дай тобой помою Ну у тебя все равно старый твой этот пиджак Ты что, ты дура Никому не нужна Ты чего? Ты чего? А? Чего? Ты чего? Чего? На пол Ну-ка На пол Давай, я сейчас тобой полы помою Я сейчас тобой полы помою Внимание на этот пол Это мой любимый пол Мы желудки В импровизации Прямо сейчас Раздувайтесь, Антон Шастун, пожалуйста Не-е-е Покажите нам свои У-у-у, кому там весело? У меня вот Ты, ты Интуиция подсказывает А раз подсказывает Разувайтесь тоже, Серёженька Антоша и Серёжа у нас участвуют Не покажу свои башмачки Правила очень простые Надо будет вот в этих очках Ничего не видя Зайти туда И уже там услышать Моё страшное задание И импровизировать Победителем в этой битве Будет тот, у кого останутся все пальцы на ногах Серёженька, лови Оп, молодец Антоха, лови Ой, это будет опасно Молодец Итак, внимание После вечеринки олигархов Две уборщицы наводят порядок Погнали! Да посмотри Это просто Это не олигархи А свиньи Свиньи, а Руки Руки опускаются Ничего не хочется делать Вообще, да Не говори Я тоже подумываю Уволиться вообще Вон, бери тряпку В центре зала И начинай полы мыть А чё я? А кто? А кто? А может ты? А я чего? Я на прошлой неделе За тебя дежурила А сейчас я... Ладно Чё ты орёшь-то? Коты свои золотые вилки Побросали здесь? Конечно, блин Смотри Хеннесси остался А кто? Остался Чё ты так не рада-то, Хеннесси-то? Да чё там мало Ой, я наступила На такую дорогую икру Ой Ай, чёрная Ах ты, ах ты, ах ты Какая бутылка Что? Тряпку-то взяла? Нет Знаешь чего? Давай, а то сейчас нас это Ругать будут, что мы её убираем Ну ты иди, иди Чё ты стоишь и разговариваешь? Да иду, я иду, и чё Опа, я и здесь Ох ты Ох Так насрать, а Так Душа болит Я больше с этим олигангом не на гою Зарекался уже сто раз Подойди ко мне уже, пожалуйста Я знала, что рядом что-то есть. Денюшка. Вон, прямо у тебя под ногой. Да? Да, держи. Пять тысяч. Пять тысяч прям? Пять тысяч, да. Вот здесь. Либо ты, либо я. А я уже ее беру. Ох ты ж, бери тогда, раз ты. Взяла. Надо как-то поделиться. Слушай, а мне эти пять тысяч, что они мне, держи. Поймала? Видимо, нет. Упали. Ну ты где вообще есть-то, ну? Ты слишком как-то близко ко мне, да? А я вроде подняла, а они выскочили. Эти пять... Пять тысяч. Я увольняюсь. Я по-честному. Держи. Привет. Дам две с половиной. А! Че, ты не рада? Она с другой была стороны. Деньги мне свои суешь. Так как свои, ну это ж мы делимся всегда. Давай, вот ведро я поставила, вот. Тряпку бери и прям вот так руками. Давай. Как я за тебя, так ты за меня. Давай. Ну подожди. Я тебе сейчас свои две с половиной еще отдам. Погоди, погоди. Дай с мыслями собраться. Сейчас. Вот здесь вот чисто, да, должно быть? Кто-то с другого корабля орет, что здесь не чисто. На, я тряпку выжала. Держи. Чего? Тряпку говорю. Ты мне прям тряпку даешь? Тряпку даю. Вот прям тряпку. Ну а как? Не тряпку, да? Да бери. Там орут с корабля, что не тряпку даешь. Ты... Слушай, а... А ты это записалась, что там уборка в три часа какая-то, там галочку поставила, расписалась? А? Да. Подожди, я пытаюсь полы помыть. А, ты моешь, я пойду распишусь. Это нормально было? Это я уже такое убирала. Ну и пошли мыть, да? Слушай. А! Да что ж они тут так насорили это своими... Мы прямо опаздываем же, а? Ладно, помогу. Может, поможешь мне уже, да? А ты... Давай, помогай, 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 помогай. Ну я вот, я помогаю. Да чё ты ленишься, помогай. Ай! Да что ж такое? Качает... Ах ты! Корабль! Качает так сильно! Мне тошнит чё-то. Я тебя нашла. Да. Знаешь, а я вот... Я вот так хотел... Вот как они. Вот, 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 вот... Вот там... Они ж всё по утрам валяются, вот прям вот так. Да. Вот так. Слышь, а я... Слышь, а я это, знаешь... Тихо-тихо, не шевелись! Я к тебе подойду поближе. Я это, я тряпку-то забыла. В смысле? Ну в смысле забыла прям. Да, хорош. Не-не-не. Ну дай... Ну дай... Ну дай тобой, по-моему. Ну у тебя всё равно старый твой этот пиджак. Ты что, ты дура? В смысле? Дура. Ну вот там просто грязно, вот в той стороне. Давай немножко. Может, хорош уже, а? Да. Ай-ай-ай-ай. Да тихо, тихо. Ай! Ты чё? Ты чё? Ты чё это, а? Чего? Ты чё? А ну-ка, а ну-ка, давай-ка. На пол. Ну-ка. На пол. Давай, я сейчас тобой полы помою. Я сейчас тобой полы помою. Скочила. Что же это они тут раскидали? Я тебе сейчас коза. Ага. Не по лицу, не по лицу у меня свидание сегодня. С кем? С твоим мужем. Нет, нет. Я тебе сейчас дам своим мужем свидание. Эти вот так полы давай. Вымойте всю палубу. Спасибо огромное всем артистам, которые сегодня принимали участие. Всем зрителям, которые были здесь в студии. И всем телезрителям. И сегодня мы с вами попрощаемся, как рэперы из гетто. Пока. Пока. Поймайте, я тебе тоже. Здорово, вот, по-мингу, по-мингу. Дамы и господа, человек в праздник. Эл-уа. Прием, прием. 24 на 7 клуба концертной издала. Я жду за тебя новостей. О, так, погни. Ха-ха-ха. О, блин. Стоп. Давно в Грузии был. Ха-ха-ха. Продолжайте, как грузины. О, пык-пык. Ха-ха-ха-ха. О-о-о. 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 Это Мерседес. Ауф. Ха-ха-ха. Расскажите мне, что за казус произошел на выпускном балу? А, может быть, я, как учитель физкультуры, попробую объяснить? О, учитель физкультуры подошел. Казус. Казус. Кактус, если в анус, будет казус. Кактус в задницу? Нет определения этому. Три, четыре. Казус. Шокеры. Я буду молчать. О. Да, блин, ну. Я все уже назову. Лучше. Вот она где. Мы считаем, что это буква Ч. Ребята, я вас поздравляю. Благодарю. Да как? Да ты че, блин? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok